Морс – вкусное название, соответствующая яркая вывеска, стабильное качество услуг, приятные цены и особое отношение к абонентам. На рынок услуг компания вышла 20 лет назад, в 2002 году. В начале нулевых кабельные сети начали постепенно опутывать город, а мазырианам вместо трех-четырех телевизионных каналов на коллективной антенне становились доступными сразу несколько десятков программ. На тот момент просто были большие проблемы с вещанием эфирным, и надо было предложить нечто аналогичное, чтобы люди получали с уверенным качеством телевизионные каналы. По сути дела, на тот момент телевидение представляло собой набор каких-то аналоговых каналов, например, около 40, в каком-то более лучшем качестве, чем то, что человек мог принимать на коллективную антенну или на индивидуальную. И вот мы, собственно говоря, воспользовались этой ситуацией и начали предлагать этот комплект из четырех десятков каналов, которые более-менее уверенно шли. Первыми кабельное смогли смотреть жители четвертого микрорайона. Сарафанное радио делало больше, чем любая реклама. Количество абонентов стремительно росло. Мазыряне спешили заключать договора и готовы были месяц ждать подключения. Сейчас, по моей оценке, это просто ажиотаж. Ну, надо понимать, в тот момент, если помните, развивался волком со своими подключениями. Появлялись новые сотовые операторы МТС, которые тоже, в общем-то, развивались активно. Это тот же период времени. Это было новое, и люди охотно подключались и пользовались услугами. Почивать на лаврах было некогда. Уже спустя пять лет компания провела серьезную модернизацию сетей. Кабельный оператор превратился в МОРС – мозырскую оптоволоконную региональную сеть. Кроме телевидения, мозырянам предложили доступ ко всемирной паутине посредством революционной технологии ПОН, обеспечивающей скорость и качество сигнала. Практически мы в седьмом году внедрили систему ПОН и начали предоставлять услугу по доступу к сети интернет людям, гражданам. В общем-то, лишь только спустя, наверное, сколько лет, 10, наш основной конкурент Белтелеком пришел к этой же технологии и на сегодняшний день строит активные сети на базе этой технологии. То есть мы были в этом вопросе революционером. И до сих пор у всех вызывают большие вопросы, как вы рассмотрели тогда в седьмом году, что это будет перспективно и это будет работать. Мы для этого ездили в Китай, изучали, собственно говоря, технологии привезли тогда оттуда. Тогда она активно там начала развиваться, и я понял, что это за этим будущее. На сегодняшний день работает на самых совершенных технологиях по доставке телевизионного сигнала. Я считаю, что мы на сегодняшний день находимся в технологическом топе мирового уровня по технологии, в которой, собственно говоря, пока ничего лучше и умнее не придумано. Если технологии, то только передовые, если интернет, то быстрый, если телевидение, то качественное и интересное. С недавнего времени абонентам Морс стал доступен еще один инновационный продукт – интерактивное телевидение или IP-TV. Сегодня мы запустили услугу интерактивного телевидения. Мы готовились к ней достаточно долго для того, чтобы не связываться с приставками, для того, чтобы простой телевизор, который поддерживает систему смарт, мог показывать те программы, которые мы показываем. Отличие нашей услуги в том, что она идет в очень хорошем качестве, неизменном, в очень хорошем разрешении. Это реальное HD, не какое-то урезанное псевдо-HD, которое предоставляют многие операторы на рынке. То есть и не требует, в основном не требует приставок. Некоторые старые телевизоры нуждаются в приставках, эту проблему мы решаем. Но современные телевизоры должны показывать. IP-TV – это умное телевидение, позволяющее управлять просмотром. Ставить контент на паузу, включать программы, которые шли несколькими днями раньше, перематывать. Смотреть то, что хочется тогда, когда удобно. На выбор около полутора сотен каналов, разделенных на тематические пакеты. Сегодня IP-TV понемногу завоевывает сердца телеманов. Но все же основной секрет успеха Морса не только в технологиях. Главное – это политика компании, ориентированная на работу с клиентом. Уровень и качество технической поддержки – это отличительная черта Морса. Ответственность перед амонентом наступает с момента подключения. Нужно делать так, чтобы клиент всегда оставался доволен. И это очень важно. Мы не оставляем клиентов один на один с проблемами. Мы стараемся решать их по мере их возникновения. У многих людей, которые в основном это и проблемы связаны с кабельными разводками, либо с какими-то проблемами с компьютерной техникой дома. То есть мы каждую проблему изучаем индивидуально. И стараемся, чтобы это все каким-то образом нивелировать и помочь, если это в наших силах. Мы работаем для клиентов в городе. Мы делаем для города то, что мы можем делать. Мы хотим, чтобы город процветал, город в прямом смысле слова «цвел», чтобы людям было комфортно в нем жить, пользоваться нашими услугами, чтобы было всем удобно, комфортно и хорошо. Помочь настроить телевизор, интернет-соединение, проверить уровень сигнала, подключить дополнительную услугу, посоветовать, где лучше разместить роутер и как провести оплату. Бригады технической поддержки и колл-центр работают без выходных. Политика компании заключается в том, чтобы быть всегда рядом, всегда на связи с клиентом. И, конечно, радовать и радоваться вместе с горожанами. Морс участвует в городских праздниках, поддерживает полезные инициативы, делает мир вокруг ярче и лучше. За 20 лет Морс завоевал доверие тысяч абонентов. Если для вас важны качества услуг, постоянное развитие и надежная поддержка, добро пожаловать в Морс.